Сегодня Владимир Зеленский в своей соцсети написал следующие слова. Если честно, у меня немного волосы дыбом встают, вот вы, наверное, заметили, да? И я, наверное, что-то не понимаю, так что давайте вместе разберемся в комментариях. Он пишет, я подпишу указ, который потребует от всех западных стран депортировать проживающих там украинских мужчин обратно в Украину. То есть получается, что все люди, которые сознательно в свое время, кто-то раньше, кто-то позже, кто-то сейчас ушел, уехал от войны, их насильно сейчас будут отправлять обратно на родину просто на убой. О чем я и говорю, что идет полная утилизация, к сожалению, здорового населения, которое могло бы жить, работать, заниматься полезными вещами для мира, да? Не только для своей страны, для мира. Нам нужно больше мужчин для борьбы. А вы, ребята, тусуетесь и курите кальян в других странах? Если мы приложим общее усилие, эта война закончится через неделю. Друзья, я еще раз скажу словами Такера Карлсона. Я еще раз хочу акцентировать ваше внимание на том, что моя риторика изменилась после интервью Такера Карлсона. Вы спрашиваете постоянно, почему вы переобулись или что-то еще. Я не переобулся, я просто много чего понял и осознал. В интервью конкретно прозвучала фраза, что мы готовы к переговорам. Мы готовы были еще и в первые месяцы, и через год, и сейчас. Мы готовы к переговорам. И вот я из этого сообщения Владимира Зеленского не понимаю, а почему нельзя просто договориться? Ведь с вами же хотят договориться. Зачем свое же население истреблять? Я вот это не понимаю. И вы говорите, что я там против Украины, или за Россию топлю, или за президента. Друзья, я еще раз свою позицию хочу сказать, что мне очень не хочется, и мне очень больно от того, что погибают люди и там, и с одной стороны, и с другой стороны. И я такой человек, у меня всегда жизнь состояла в том, что мне проще было всегда договориться, чем разбираться кулаками. Потому что я знаю, что если ты разбираешься кулаками, то потом ты либо сядешь, либо потеряешь жизнь, либо еще что-то будет. Поэтому у меня всегда такая риторика, если есть возможность договориться, я договорюсь. Просто в свое время, в начале 2000-х, я когда еще был молодой, у меня был друг, который состоял в одной бандитской группировке. Он состоял еще в 90-х. И он мне рассказывал свои воспоминания, и он говорил, что он был переговорщиком. То есть он говорит, что я никогда не был таким амбалом большим, но меня слушались все вот эти амбалы. И когда забивалась стрелка, то, говорит, я ехал и разруливал все так, что у нас не было потерь ни с одной, ни с другой стороны. И вот, видимо, еще с детства у меня тоже тогда сидит, знаете, что он говорит, нет смысла друг друга стрелять, когда на разборках, на стрелках, на этих бандитских было. Потому что горячие головы, ты что-нибудь натворишь, потом тебя посадят, и что ты этим докажешь. И вот то же самое и сейчас. Когда начался 2022 год, когда все это началось, то есть я сразу говорил, и я не стесняюсь этого, и я не отказываюсь от этих слов, что я сразу, можете посмотреть мои старые ролики на ютубе, я сразу говорил о том, что почему они не могут договориться. С украинской стороны, конечно, будут сейчас писать, а с кем договариваться, да? Там с русской стороны тоже будут писать, а с кем там договариваться. Так это не мы должны договариваться, а должны именно специальные люди взять и договориться. Ну а если этого не происходит, то понятное дело, что и с той стороны гибнут люди, и с той стороны. Только получается как, что... Такер Карлсон опять же сказал, да? Я вот просто его цитирую. Он сказал, что, ребят, Россия в 4 раза больше Украины. Он говорит, просто можно, конечно, да, в какой-то момент, может быть, что-то переломить, если там весь мир соберется, но не происходит этого. Если бы хотели переломить ход событий, уже давно бы это сделали. Но поймите, реально, если там Америка, Германия, Франция, все страны, они же все как бы помогают Украине, но почему же тогда одним разом они это не сделают, потому что они не хотят, понимаете? Все вот эти вот какие-то подачки, 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 подачки всего, они не могут и не хотят. А вот если, например, давайте представим такую ситуацию. Николай Валуев стоит, да, на улице, на остановке. К нему подходит четвероклассник. Начинает его бить, пинать, ругаться на него. Ну, Валуев на него со своего метра роста смотрит. Там щелбана дал, да, пацан отлетел. Потом пацан такой думает. Так, я пойду своих пацанов соберу. 5, 6, 10 человек, четвероклассников. Мы его точно мочканем. Приходят толпой пацаны, да, кто-то с камнем, кто-то с рогаткой. Начинают его мутузить. А он-то большой, Николай Валуев. И он раз одному щелбан, второму, третьему, пятому, все покатились. Просто, понимаете, физически это невозможно. Как бы не хотели, как бы это было не обидно, но это просто невозможно, когда есть вот такое превосходство. И вот опять же из этого сообщения Владимира Зелинского, я понимаю, что он готов брать на защиту всех подряд. Даже ребят, которые уехали, скорее всего, тоже. Это айтишники, инвалиды, люди, которые просто не хотят. Да, вот миролюбимые люди, которые оружие в жизни не держали, они уехали в Европу, чтобы не мешать профессионалам заниматься своим делом. А получается, он сейчас возьмет вот так вот за шкирку, бросит, и, к сожалению, они погибнут. К сожалению. Если в России хотя бы более-менее, да, это все-таки контрактная сейчас идет история, потому что, как бы вначале не говорили, да, что там мобилизация была, и всех подряд брали тоже. Вот у меня, например, ни одного нету знакомого, которого вот так вот взяли за шкирку и отправили куда-то. Может быть, у вас есть, напишите в комментариях. У меня есть несколько друзей моих, которые пошли на СВО сознательно. И я им сразу говорил, ребят, аккуратнее, и зачем вам это, и так далее. И люди, ну вот, у кого-то вот такое мышление, да, как бы их не переубедить. А я говорю, слушайте, было бы классно, если бы стороны договорились. Так что не знаю, друзья, вот такое вот у меня мнение. Жалко народ, просто жалко людей. И мы ничего сделать не можем. Мы вот так вот можем поговорить, поахать, поухать, но мы ничего не можем сделать и ничего не можем изменить, к сожалению. А вот вышестоящие органы могли бы договориться. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал, оттуда черпаю самые интересные новости. Он называется «Кузьминов». Нижнее подчеркивание обязательно новости. Находите его в поисковике. Или переходите по ссылочке в шапке канала и заходите на третью вкладочку. Ну и пишите в комментариях, как вам мои мысли. Может быть, конечно, кому-то это обидно покажется, но вот как чувствую, так и сказал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!